А еще у Гродня научились выкарыстовывать солнечную энергию для поляпшения умов працы. Для этого транспортники набили елевые батареи и при их допомозе нагревают воду для властных потреб. Вольга Пелянчук оценила эффективность альтернативных крыниц. Мы сейчас троллейбусы Тереса Блавацкая за измену обслуговывая десяток электромашин. Если вонковая частенья задача автоматики, то в салоне без ручной працы не обыстись. Ранее для этих мет выкарыстовывали только холодную воду. Зараз, каже Жанчина, выконывать обовязки стало больше комфортно. Работать нам стало приятнее, с удовольствием. Еще нам легче работать в том плане, что технически все лучше. Можно отмыть масло горячей водой. При этом выдатке на подогрев воды тут минимальные. Справа у тем, что необходную энергию вырабляют елевые установки. Об их набытии на предприемстве задумались два года тому. Выучили пропановы и зарабили выбор. Выник не примусився бечакать. Солнечного тепла достатково, чтобы вода нагревалась до 50 градусов. Принцип ее действия очень прост. Вакуумная трубка аккумулирует солнечную энергию, ультрафиолет, и нагревает техническую жидкость, которая передается в бойлер, где происходит теплообмен, и теплая вода уже нагретая поступает для нужд наших потребителей. А кроме мытья техники, теплая вода выкористовывается и у тутейшей столовцы, а так само для инших техничных потреб. Экономия видовочная. Подсчитали, что в принципе это 3-3,5 года окупается вот это вот оборудование, не требует каких-то серьезных вложений в процессе эксплуатации. И вот такие мероприятия, они, конечно, серьезно нам помогают, потому что сейчас ничего не вкладываем, и каждый месяц получаем порядка 2 миллионов. В год это где-то 70 геокалорий мы экономим тепловой энергией. Выкористание экологично чистой энергии дозволяет предприемству знижать агульные выдатки, а это станучо отбивается на кончатковых каштарысах, у тимлику и на коште проезду. У ближайших планах мясовых транспортников набитет так званых бесконтактовых троллейбусов. Новая техника может заявиться у Гродно уже до конца этого года. Машины, які будуть съездить на аккумуляторах, пустять по новым маршруте, які звяжа отдаленные спальные районы города. Вольха Пеляншук, Дмитрий Николаевец, Телерадио, компания Гродно.